Знаете ли вы, что дворец культуры имени Максима Горького в городе Стаханов имеет форму самолета? Но это еще не все! В 1934 году в Советском Союзе был построен в единственном экземпляре восьмимоторный самолет АНТ-20 «Максим Горький». В то время самый большой самолет в мире. Был создан всесоюзный комитет по строительству самолета. По всей стране начался сбор денег на постройку, давшей около 6 миллионов рублей. Именно жители города Кадьевка, ныне город Стаханов, собрали большую часть денег на строительство самолета-рекордсмена. К сожалению, 18 мая 1938 года он потерпел крушение в катастрофе. Жители города решили увековечить его в памяти постройкой нового самолета, уже в виде архитектурного сооружения. Постройкой уже известного нам дворца культуры, который также носит название имени Максима Горького, разработал московский архитектор Толь. Он и решил, что здание должно быть в форме самолета. Само строительство началось еще до Великой Отечественной войны. Интересным фактом является, что после начала восстановительных работ в 1944 году в левом крыле здания дворца, где ныне расположен спортзал, начал работу клуб угольщиков. А осенью 1945 года приказом начальника комбината «Варшиловград-Уголь» было создано специальное управление для окончания строительства этого очага культуры. Прославил труд страну свою и время, в родной просторе звезда лишь дорог. Идет вперед Сахановское плыве, и дождь от ссоры война управляет. Само открытие же состоялось лишь в 1946 году. Архитектурная задумка, шикарные картины, сделанные самими стахановчанами, лепка на стенах, шикарная акустика, по сей день остались неизменными. На торжественном открытии одним из знаменитых гостей был Никита Богословский, автор множества знаменитых песен, в том числе «Спят курганы темные» и «Стахановское племя». 28 ноября 2013 года Дворец культуры имени Максима Горького отпраздновал свой 65-летний юбилей. Стахановский самолет со своими самыми талантливыми пассажирами стремится только вперед, преодолевая все преграды на пути к успеху.